Северский район 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 Но вот память осталась на долгие-долгие годы. Мы его очень любим, помним и гордимся. Костегрис Владимир Кондратович и Севаш Андрей Васильевич. Севаш Андрей Васильевич погиб, защищая Голубую линию под Новороссийском. Там и похоронен на территории Морской академии. Могилу его нашли уже с помощью интернета, сайта-мемориал уже в 90-х годах, хотя искали всю жизнь. Дедушка был разведчиком, воевал на Западном фронте. Умер он уже в советское время от полученных ран, потому что долгоболел. Акция «Бессмертный полк» проводится с 2012 года и успела стать международной. Это по-настоящему незабываемое мероприятие. Сотни жителей станицы прошли по центральной улице с портретами своих родных и близких, героев Великой Отечественной войны. Не все солдаты увидели победу, но 9 мая каждый из них имеет возможность присутствовать на празднике. У мемориала «Вечный огонь» в парке «Культура и отдыха» имени Пушкина состоялось торжественно-траорное мероприятие «Победный май». 8 мая по колонне объявили конец войны. Дорогие земляки, не расскажешь, не покажешь, как криковали солдаты за эту победу. Дорогие земляки, пусть наши дети и внуки никогда не узнают ужасов военного времени. Пусть всегда над Россией будет чистое и безоблачное небо. Низкий поклон и долгих лет жизни героям Великой Отечественной войны. Слава российскому народу! Слава народному победителю! Сегодня мне хочется сказать такие слова. Кто это видел, помнит. Кто пережил, не забудет. И пусть мы родились позже, мы свято чтить память будем. Память о тех, кого сегодня нет среди нас. Память о тех, кто сегодня еще жив. Жить вам долго бы и долго. Здоровья вам и здоровья. Всех поздравляю вас с праздником Великой Победы, мира вам, добра, созидания и любви. Храни всех Господь. Присутствующие почтили всех погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. После чего возложили цветы к мемориалу. Далее всех ожидала концертная программа «Солдатская каша». Несмотря на начавшийся дождь, на танцевальной площадке парка собралось немало жителей и гостей районного центра. Люди могли послушать песни военных лет и отведать традиционные угощения походной кухни. Не менее яркой оказалась и вечерняя праздничная программа на площади Северского дома культуры. Жители и гостей района ожидало выступления духового оркестра, театрализованные постановки из военной жизни и концерт от лучших творческих коллективов. Здесь же работники Северского историко-краеведческого музея представили свою акцию «Звезда героя». Поучаствовать в ней смог каждый желающий, выбрав фамилию погибшего бойца из книги памяти и вписав ее в красную звезду на стенде. В годы войны в Северском районе погибло 6 360 солдат. Именно такое количество звезд должно украсить стенд-музей к 2020 году. Это просто война, это просто разлука, это просто беда-танка, что на землю пришла, это просто судьба, злая доля и мука. Это просто война, что мальчишку нашла, это просто война. Песня была верной подругой фронтовику. Она помогала солдату сохранить боевый дух, грела сердце во время отступлений и в редкие минуты отдыха. Военные песни посвящены любви и вере в будущую мирную жизнь. Мы с вами имеем возможность жить под мирным небом, расти детей, учиться, работать, созидать и строить. Это заслуга наших ветеранов, это заслуга наших дедов и прадедов, наших отцов. Я горжусь, что я россиянин. Я уверен, что и вы тоже гордитесь. Неизменная традиция каждого парада победы – салют. Вот и 73-я годовщина навсегда останется в памяти всех жителей и гостей станицы Северской красочным огненным представлением. 9 мая Россия отметила один из величайших государственных праздников. Это всенародный праздник, посвященный борьбе советского народа за свободу и независимой своей родины против фашистской Германии и ее союзников. Война длилась почти 4 года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. В поселке Афибский по сложившейся традиции в праздник Победы проходит акция памяти «Бессмертный полк», встречи ветеранов, торжественные мероприятия и концерты. «Бессмертный полк» – как своеобразный марш, во время которого каждый житель городского поселения, кто чтит память своих предков, сражавшихся за свободу, встали в строй и принесли табличку с фотографией своего солдата. Нет таких весов, чтобы взвесить значение Великой Победы, и нет таких слов, чтобы передать горечь утрат. На груди у всех георгиевская ленточка. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом – это символ памяти, связи поколений и воинской славы. Праздничное шествие началось от поселкового дома культуры к вечному огню. «Чувство патриотизма и памяти о нашем дедушке нас заставило прийти. Мы каждый год ходим. Мы прадед воевал, защитил нас». В колонии участников много молодежи в военной форме. Для них, наследника Великой Победы, «Бессмертный полк» – это не просто акция. Это символ величия, человеческого духа, отваги, мужества, вечной славы и беззаветной любви к Отечеству и своему народу. Долг каждого – не только помнить, но и хранить в веках образы людей, подаривших нам мирное и свободное небо над головой. «Это патриот моего дедушка Макухи Василия Петровича». «Ты сегодня так оделся. Это тебе холодно или почему?» «Ну, потому что «Бессмертный полк» мы должны проходить в шинели своих дедушек». У «Вечного огня» состоялся митинг. Обращаясь к ветеранам, открыл митинг глава афибского поселения Юрий Коваленко. «Вам, дорогие фронтовики, ветераны тыла, мы обязаны всем, своей жизнью, свободой и независимостью нашего Отечества. Низкий поклон вам, фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети войны. В этот знаменательный праздник от всей души желаем вам, вашим близким, счастья, крепкого здоровья, мира, мира добра и счастья. Всем вам, дорогие земляки, с праздником, с праздником Великой Победы». Сегодня военнослужащие российской армии держат равнение на подвиге ветерана Великой Отечественной войны, защищая рубежи Родины и с честью отстаивая интересы страны за ее пределами. «Все мы и новое поколение россиян никогда не забудем, что это была великая победа справедливости над злом и насилием. 9 мая наш праздник, День Победы, триумф русского духа так было, так есть и будет в бесконечном. Поздравляю вас с этим великим днем. От имени коллектива 90-й зенитно-ракетной бригады желаем всем вам здоровья, бодрости духа, сил и энергии, создавать новое, созидать на благо нашей отчизны Родины Героев. С праздником! Ветераны научились на сплоченность, единению, передали не только силу, но и огромную ответственность за нашу страну. Мы с гордостью сегодня несем звание потомков солдат Великой Победы. К Вечному огню возложили венки и цветы. С поздравительным словом к землякам обратился Юрий Антонович. Мне отрадно сегодня здесь, на этой святой земле, возле Вечного огня, поздравить вас с днем Великой Победы, с тем днем, когда весь мир, не только наша страна, но весь мир обрел свободу от фашистско-немецких захватчиков. Это тот день, когда все поняли, что благодаря Советскому Союзу, благодаря русскому солдату может спокойно продолжаться жизнь, мир. После завершения торжественной части празднование переместилось в поселковый парк, где приготовили солдатскую кашу. Особый интерес у жителей поселения вызвала выставка военной техники 90-й зенитно-ракетной бригады. Афибчане могли не только посмотреть на боевые машины, но и побывать внутри них. И пусть эти страшные военные дни так далеко от нас, но они были. Давайте будем помнить с благодарностью и скорбью о том, как родные нам и совсем незнакомые люди отдавали свою жизнь за родину, свободу и за светлое будущее своих детей. Праздник, пропахший порохом. День, когда льются слезы счастья и скорби. День, когда закончилась война. Великий праздник 9 мая широко и грандиозно отмечают не только в нашей стране, но и по всему миру. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли в Черноморском городском поселении. По традиции началось все с торжественного шествия бессмертного полка, собравшего сотни жителей и гостей поселения, каждый из которых нес фотографию своего героя. Это мой прадедушка Якушин Анатолий Петрович. Он был сапером и строил мосты под вражеским огнем противника. Этот прадедушка Ромашенко Григорий Григорьевич. Он был командиром полковой батареи. Также у меня есть бабушка-ветеран, которая сейчас на данный момент 93 года. Это мой родной дедушка, папа моей мамы. Он прошел всю войну в звании старшего лейтенанта. Это герой войны, который получил орден Александра Невского. Я очень им горжусь. Дожил до 95 лет. Пасмурная погода и моросящий дождь не испугали никого. В такой важный и памятный день все проблемы и суета отходят на второй план. Глава черноморского городского поселения Сергей Торовик поздравил собравшихся с праздником и поблагодарил ветеранов за их великий подвиг. Дорогие наши ветераны, о вашем лице и все жители нашего поселка, гости нашего поселка. Поздравляю всех с этим великим праздником, с Днем Победы, с 9 мая. Желаю вам здоровья, здоровья, еще раз здоровья. И как мы с вами договаривались, равнение на 100-летний юбилей. С праздником всех. В адрес ветеранов звучали самые искренние слова благодарности и наилучшие пожелания. Ветеран Вооруженных сил СССР полковник Григорий Мурадян и председатель Совета депутатов черноморского городского поселения Андрей Лисачев поздравили всех собравшихся с Днем Победы, после чего ветераны, почетные гости и жители поселка возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». Память о героях той войны живет в сердцах и умах людей, в стихах и песнях. Концертная программа Черноморского дома культуры стала продолжением праздника. Со сцены звучали песни военных лет, о тяжелых фронтовых буднях и о радости долгожданной победы. Красная армия после освобождения родной земли победоносной поступью прошла по всей Европе. А в долгих и трудных походах бойца всегда выручала солдатская каша. В парке Ильского городского поселения на протяжении всего праздника работала самая настоящая полевая кухня. А на сцене, расположенной у администрации поселения, шел праздничный концерт. Песня «Вечный огонь» Первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки потом. Первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки потом. 9 мая давно уже перестала быть просто красным днем календаря. Это день памяти великого народа. День, которому наши деды и прадеды шли, проливая кровь и отдавая свои жизни. День, который останется в наших сердцах навсегда. 36-я сессия Совета муниципального образования «Северский район» состоялась в актовом зале районной администрации. Первый заместитель главы Марина Наумейко и председатель районного совета Василий Папандополо обсудили с депутатами ряд вопросов, касающихся дошкольных учреждений. Депутатский корпус активно участвует в принятии необходимых решений для улучшения жизнедеятельности социальных объектов. На сессии рассмотрено списание имущества, имеющее достаточно солидный возраст и не позволяющее использовать помещение для образовательной деятельности по заключению специализированных служб. Отрадно, что из года в год в детских садах открываются новые места, проводятся ремонтные работы и работы по благоустройству территорий. И следует отметить, что большая часть муниципального бюджета направлена на социальную сферу. Рассмотрено и внесение изменений в положение об организации и проведении практики студентов учреждений высшего профессионального образования в органах местного самоправления района. Сейчас студенты будут привлекаться к практике со второго курса, изменены виды практики. И по окончании практики выдаются свидетельства. И если успешно пройдена практика, то студенты по окончании практики включаются в кадровый резерв муниципального образования в Северский район и выдаются свидетельства. Решался на сессии вопрос по обеспечению медикаментами на базе Афибского филиала Северской центральной районной больницы. Жители и избиратели не ездили из поселка Афибского сюда, в станицу Северскую, в нашу центральную арктику, так называемую, и получали льготные лекарственные средства для обеспечения своего здоровья. Решение, конечно, крайне важное и крайне необходимое. Все вопросы, рассмотренные на сессии, а также предложения, вынесенные на обсуждение, нашли поддержку депутатов. Вот такая сплоченность в решении всех вопросов, она дает вот такие положительные результаты. Впереди очень много планов. Мы ежегодно, и хочу это отметить и акцентировать на этом, муниципальное образование участвует во всех практически краевых программах, которые только возможно участвовать. Еще раз подчеркиваю, для того, чтобы прежде всего обеспечивались все социальные гарантии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok